Всем привет! Меня зовут Алена Воронцова, я стилист. Сегодня я наконец-то готова вам показать результаты преображения. Во-первых, я должна поблагодарить всех, кто отправил свои заявки на участие. Девочки, у вас было очень много, и я очень благодарна вам за активность, за те комплименты, которые вы мне писали, и за то, что вы проявили такой большой интерес к проекту. Нам было с моей командой очень сложно выбирать героиню, и я, конечно, хочу попросить прощения у всех, кто в сегодняшний видеоролик не попадает, потому что у вас будет еще обязательно шанс присоединиться к проекту в дальнейшем. А сейчас давайте познакомимся с сегодняшней героиней. Ее зовут Ирина, это молодая мама из Москвы. Ира, привет! Добрый день! Расскажи нам, пожалуйста, немножко о себе, почему-то решила принять участие в таком проекте. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо, я безумно рада сюда попасть. Для меня это такое стечение обстоятельств, которые я буду еще долго вспоминать, я уверена. Немного о себе. Я сейчас нахожу себя в роли молодой мамы, моему ребенку почти полтора года, и, соответственно, весь мой гардероб, он нацелен на мой текущий образ жизни и на мой контекст. И однажды, увидев себя на фотографиях со стороны, я поняла, что я выгляжу, как грустная серая мышка, и мне совершенно не захотелось отождествлять себя вот с этим человеком на фотографии. И поэтому я приняла решение, что нужно меняться, нужно как-то инвестировать силы в свой внешний вид, чтобы нравиться в первую очередь себе, своим близким, родным, ну, и прекрасно чувствовать себя по жизни в целом. Ну, на самом деле, это достаточно распространенная проблема, и вообще, когда человек обращается к стилисту, это чаще всего говорит о том, что ему хочется в жизни каких-то перемен, а когда девушка сама находится в декрете, то это, в общем, само собой разумеется, что у нее полностью изменился образ жизни, соответственно, ей нужно вдохнуть, в частности, и в свой гардероб, в дальнейшем какие-то новые, какие-то перемены. Девочки, если помните, я как раз недавно снимала ролик именно для молодой мамы, и говорила отдельно обо всех этих нюансах, что, да, действительно, образ жизни настолько сильно меняется, что девушка очень часто не может состыковать свой предыдущий образ каким-то новым образом, и поэтому его приходится дорабатывать. И, естественно, это процесс, который требует достаточно больших сил и времени, и лучше всего, когда кто-то помогает нам своим взглядом со стороны. Да, абсолютно точно, я согласна, и основная проблема моего гардероба, она заключается в том, что он никогда для этих целей не формировался, все мои покупки всегда были стихийными, и сейчас я пришла к тому, что я каждый день смотрю на забитые полки, но мне все равно нечего надеть, все мои вещи однотипные, они все какие-то скучные, неинтересные, и те образы, которые собираются, они разве что удобные и практичные, но ни в коем случае не симпатичные. И, естественно, со стороны на себя такую смотреть не очень приятно, это не воодушевляет меня, не поднимает настроение, хочется этого избежать. Ира, хорошо, я поняла, в принципе, твои запросы, они достаточно типичные, это когда забитые шкафы и нечего носить при этом. Давай я тебе немножко расскажу, как у нас будет проходить сегодня работа. Сегодняшним днем мы обязательно проведем консультацию по цвету, потому что это одна из ключевых характеристик в работе с имиджем, мы посмотрим, какие цвета по каким параметрам тебе больше всего подходят. Потом, спасибо тебе за то, что ты привезла с собой вещи, мы обязательно посмотрим на твой тип фигуры, как нам в дальнейшем ее лучше всего будет оформить и презентовать, и посмотрим уже гардероб, чтобы отсортировать то, что нам совсем не пригодится, и оставить наиболее актуальные вещи. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь мы переходим к разбору вещей, которые привезла с собой Ирина. Давайте посмотрим, что у нас есть в наборе. Во-первых, сразу понятно после цветовой консультации, что нам явно не хватает ярких акцентов. К этому жакету у меня тоже есть претензия. У него не очень удачная ткань, потому что вроде бы он выполнен из трикотажа, и он как бы не выполняет свою функцию, потому что жакет – это всегда та вещь, которая добавляет фигуре четких линий, а трикотаж убил эту главную функцию, поэтому я бы порекомендовала его заменить на более текстурную, более фактурную вещь. Теперь у нас белая футболка. Я всегда говорю о том, что базовые футболки обязательно должны быть в гардеробе, но здесь снова есть сразу вот такая выбивающаяся деталь, то есть эту футболку уже базовой назвать нельзя. Во-первых, она будет вмешаться, если что-то сверху надеть вот эти детали, и вдобавок они еще как-то отвлекают на себя внимание, а базовые вещи этого делать не должны. Вот от этой вещи мы точно сразу избавляемся. Во-первых, она нам по цвету не очень подходит, но самое главное даже не это, а главное то, что у нее очень старомодный фасон, такие вещи сейчас не носятся, и непонятно вообще, каким образом, какая была задумка у дизайнера, каким образом сочетаются вот эти детали. То есть она слишком активная вещь, я думаю, что она нам не нужна. Теперь у нас два кардигана. Я думаю, что вот от этого яркого нам придется избавиться, потому что он уже отслужил свое, и видно, что вещь не новая, это всегда делает неряшливый вид. Вдобавок, у кардиганов есть очень неприятная особенность. Опять-таки, они убирают у фигуры четкие линии фигуры, как бы стекает. А для девушек невысокого роста очень важно, снова повторюсь, добавлять линии в своей фигуре, добавлять четкости для того, чтобы выглядеть более презентабельно. Свитер достаточно базовый сам в себе, и для высокой девушки я бы его оставила. Но здесь два момента, что опять-таки он уже послуживший, и это по нему видно. Он нам не очень подходит по цвету, и самое главное это фасон. Такой фасон приземляет фигуру любую. Ну и для нашего роста с брюками у нас обстоит ситуация лучше, чем с верхом. Есть выбор, в принципе, вполне неплохих базовых брючек в синем оттенке. Это цвет, который очень хорошо сочетается со всеми остальными цветами. И вот такие яркие зеленые, я думаю, что они нам отлично подойдут на весну, поэтому их мы определенно оставляем. Субтитры добавил DimaTorzok Итак, я собрала из оставшихся вещей один более или менее удачный комплект. Но сейчас я объясню, какие здесь есть нюансы. Во-первых, у нас вот этот джемпер, который сам по себе по цвету, я говорила, что не очень подходит. В принципе, брюки его сделали более актуальным, более подходящим. Но очень важно, когда мы работаем с цветом, чтобы у нас была ситуация обратная, чтобы у лица были подходящие цвета, а внизу уже не так важно. Но эти брюки просто хороши сами по себе, поэтому мы их в любом случае оставляем. На что здесь стоит обратить внимание? Как видите, у нашей героини, у нашей Ирины достаточно хороший объем сверху, и его нужно уметь правильно презентовать, правильно преподносить, потому что это важная особенность. Что нужно сделать в данном случае? Нам очень важно показывать талию. И еще, учитывая то, что есть особенность в росте, очень важно увеличить длину ног, потому что если мы не носим вещи однотонные, то есть монохромный комплект, который сам по себе силуэт будет вытягивать, тогда нужно нам задавать правильные пропорции, то есть фигуру формировать. И гораздо лучше даже тот же самый комплект будет смотреться, если мы джемпер чуть-чуть приподнимем. И вообще, если у нас будет какой-либо акцент на талии, для нас это важно. Что еще важно здесь? Сохранять баланс между тем, что у нас открыто и закрыто. И плюс это важно еще и потому, что у нас, опять-таки, достаточно объемная грудь, и очень важно ее правильно преподнести. В этом случае требуется какой-то вырез обязательно. Он более легким сделает силуэт, и вдобавок ко всему мы направим акцент туда, куда хотим направить, то есть на достоинство, на явное достоинство фигуры. Поэтому даже если вот чуть-чуть расстегнуть и хотя бы чуть-чуть приоткрыть вот эту зону, можно ее открывать глубже или меньше, хотя вот эта высота будет для нас идеальна. Как измерить, какой по высоте вырез вам подходит? Мы визуально должны измерить лицо от линии роста волос до подбородка. Наш идеальный вырез будет глубины точно такой же, как высота лица. Ну, соответственно, он будет находиться где-то вот здесь. И здесь, я думаю, еще будет важно нам подобрать правильное белье. Это тоже поможет сакцентировать талию и сделать фигуру более стройной и вытянутой. Смотри, здесь очень интересный нюанс у нас получился с костюмом. Он по фигуре не подходит, он не подходит по телосложению, несмотря даже на то, что на рост 158, на невысокий рост, очень важно подчеркивать при помощи монохромности, при помощи однотонных комплектов, да, вытягивать немножко силуэт. Здесь этот прием не работает, потому что сами по себе вещи абсолютно не структурные. И если говорить именно о профессиональных стилистических моментах, что должен сделать стилист? Он должен создать в фигуре силовые линии они называются. Это у нас идет линия плеча, руки, очень важно, перепад, чтобы было видно, бедро и колено. В этом костюме, ну, максимум можно сказать, что линия руки и то с натягом, потому что ткань достаточно бесформенная. Ну, можно сказать, что эта линия у нас есть, но у нас нет гораздо более важных, во-первых, перепад, да, и штаны тоже у нас бесформенные, а минимум три линии должны быть проведены обязательно в комплекте для того, чтобы фигуру правильно презентовать. Что еще мне здесь не нравится? То, что отсутствует вырез горловины, нам не подходит с учетом достаточно большого объема в груди. Это важно. Если бы объем был маленький, то это бы уже не смотрелось настолько критично, настолько экстремально. И последнее. Из-за того, что не соблюдены балансы в фигуре, то есть она выглядит из-за этого прямым, и за счет этого она приземляется, и цвет нас абсолютно не спасает. Получается, что высота у нас верха, да, высота тела совпадает практически с высотой ног. А нам нужно ноги вытянуть, да, и добавить в фигуре более вытянутого силуэта и добавить ей легкости. Ну что ж, мы собрали для Ирины отличные комплекты одежды, которые она нам продемонстрирует. Но надо сказать, что это был настоящий квест собрать одежду на рост 158, это рост Ирины. И еще одна особенность ее фигуры в том, что у нее достаточно большая грудь, а в масс-маркете шьется одежда, как мы все понимаем, более прямоугольного кроя. Мы покажем вам результат, что у нас получилось, и я обязательно прокомментирую, как правильно работать с такой фигурой, как правильно ее презентовать. И очень надеюсь на то, что вам понравится результат. Во-первых, обратите внимание на изменения в цветовой гамме. Мы выбирали цвета в соответствии с Ириным цветотипом, который говорил нам о том, что нам нужны цвета средней контрастности, то есть не слишком темные и не слишком светлые, потому что на фоне светлых оттенков внешность немного теряется и как бы сливается с ними. Поэтому цветовая гамма получилась вот такая очень вкусная, весенняя, интересная. У нас есть более и менее насыщенные оттенки, которые здорово подчеркивают колорит внешности. И самое главное, на что стоит обращать внимание, когда вы выбираете для себя одежду, если у вас такой же рост, как у Ирины, это, конечно же, на фасоны и на пропорции. Нам очень важно, например, следить за длиной, то есть длина жакета не должна быть слишком длинная, и выточки должны находиться на месте. Еще очень важный момент, что вещи не должны быть слишком объемные и oversize, потому что это сразу же приземляет фигуру и делает ваш рост еще более миниатюрным, но только уже в некотором негативном формате. Итак, мы подобрали для Ирины пару вариантов джинсов для повседневной носки, и которые можно комбинировать с более нарядным верхом. Например, вот с такими шелковыми блузами у нас два варианта. Вот такой очень интересный бирюзовый оттенок, светлый бирюзовый, и, например, оттенок вот такой лососевый, который прекрасно будет смотреться вообще в весеннюю пору, когда все расцветет. Ну и, как я сказала, отлично эти варианты дополняют внешность Ирины. Также в нашем гардеробе появилась базовая белая рубашка, и при этом у нее появился очень интересный элемент. Это вот такая деталь на рукавах, такая интересная строчка, которая, выглядывая из-под, например, рукава и пиджака, создает нам более эффектный образ. Еще одна особенность Ирины – это то, что у нее достаточно большой объем груди, и мы тоже обязаны были учитывать это при выборе одежды. На что нужно обратить внимание в этом случае? Например, на то, что вам обязательно нужен вырез в этой части. Таким образом вы будете, как бы, делать верх, свою верхнюю часть тела более легкой. И, например, мы взяли вот такую блузу, и здесь, несмотря на то, что как такового выреза нет, но есть вот такая прозрачная вставка, которая тоже выполняет точно такую же функцию, то есть облегчает силуэт верхней части. Именно поэтому у нас достаточно большой выбор рубашек и блузок, потому что их можно расстегнуть, и таким образом еще раз подчеркнуть вот эту зону, облегчить ее. Еще один способ, при помощи которого можно облегчить верхнюю часть тела – это выбрать более легкую текстуру. Именно поэтому у нас появились на весну шелковые рубашки, потому что сама вот эта текстура, шелковистая ткань делает более изящным ваш силуэт. Также у нас в гардеробе появилось два пиджака, и я специально выбрала контрастный яркий цвет. Это вот такой красный пиджак, который мы будем сочетать с розовыми брюками. Я говорила в видео про тренды весны, что это одно из самых эффектных сочетаний на весну, поэтому я его и выбрала для того, чтобы костюм выглядел не офисно, а стильно и современно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие интересные весенние и элегантные комплекты получились у нас с нашей героиней Ириной. Я надеюсь, что они вам понравились. Напомню, что у нас на шопинг было всего 4 часа, и все вещи, которые мы приобрели, были куплены в магазинах Zara и Massimo Dutti. Ирина, на этом подарки не закончились. Я тебе хочу подарить вот такой классный костюм из шерсти мериноса. Это брючки вязаные и кофточка. Поскольку ты у нас молодая мама, то шоурум Вулук решил сделать для тебя такой подарок. Тебе будет очень комфортно проводить время с ребенком. И в частности, это очень удобно в путешествиях. Держи это тебе. Спасибо большое. То, что надо. Я думаю, мне будет очень тепло. Ну и, наконец, для особенного весеннего настроения мы дарим тебе от нашей команды еще вот такой замечательный букет цветов. Спасибо вам огромное. Я возьму цвет и расцелула. Вот и подошел к концу первый выпуск проекта «Преображение». Не все прошло идеально, так как именно я себе это представляла. Но, тем не менее, мы со всей командой очень сильно старались для того, чтобы создать этот проект и сделать его максимально эффективным. Поэтому я буду очень вам благодарна, если вы поддержите мое видео лайками. И пишите комментарии, делитесь своим мнением. Я всегда очень рада почитать, что вы мне пишете. И до новых встреч, друзья! Я от всей души хочу сказать огромное спасибо Алене за этот очень интересный опыт и за результат, которым я безумно довольна. Мне очень нравится, как я сейчас выгляжу. Более того, у меня уже был шанс продемонстрировать моим родным и близким свои обновки. И я собрала кучу комплиментов. Более того, вместе с новыми вещами я одела и свои старые вещи, и они заиграли по-новому. И вышло так, что мой гардероб успела оценить вся семья, и я сама. И, конечно, когда ты выглядишь хорошо, и ты в этом уверен, ты совсем по-другому себя чувствуешь. Ты становишься более уверенным в себе, более... Ну, я становлюсь более женственной. И сам опыт очень интересный. Отдельное спасибо Алене за ее деликатность, за советы, за терпение. Потому что нам было действительно не всегда легко на этом шопинге. И с размерами не всегда мы попадали. И если нам нравился какой-то фасон, оказывалось так, что вещь не сидит. И мы уже устали. Но, тем не менее, все это время Алена была как настоящий боевой друг рядом. Как верный учитель терпеливо все выносила. И это бесценно. Еще один вывод, который я сделала для себя за это время, что для формирования классного гардероба, который будет функциональным, требуется инвестировать свои силы и время. И если не у всех людей хватает возможности самостоятельно ходить по магазинам и выбирать те вещи, которые действительно тебе идут, то это прекрасно, что есть такие люди, как Алена, профессионалы, которые своим наметным взглядом намного облегчают этот процесс. И я уверена, что это наша с ней не последняя встреча. В общем, еще раз огромное-преогромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok